Дорогие друзья и снова здравствуйте! С вами школа Ларри Буха. И сегодня мы снова будем говорить о швейных машинах. Бывает ли так, что очень хорошо и очень недорого? До появления новинок в линейке Family швейных машин я думала, что точно не бывает. Но с появлением Family Pro 40, Family Pro 25 я изменила свое мнение, потому что, как казалось, еще и как бывает. Совсем недавно я делала обзор на замечательную швейную машину также из семейства Family. Это Family 200 Pro. Помните о чем я говорила о первом? Это о гарантийном сроке. Так вот, на эту машину тоже 4 года гарантии. Машина, которую я вам сегодня покажу, может вызвать чувство восторга, удивления и желание немедленно ее приобрести, потому что она совмещает в себе то, о чем многие только могли мечтать. Это чтобы и шикарно, это чтобы и практически премиальное, это чтобы можно было шить все надежно и дешево и 4 года гарантии. А вот кто-то думает, боже, да что же она привязалась к этой гарантии? Ну, знаете, я живу далеко от Москвы, как и многие из вас. И в моем небольшом городе, если ломается какая-то техника, это становится огромнейшей проблемой. Вначале нужно подождать запчасти, потом вопрос, починят или не починят, и вообще найдутся ли эти запчасти. Вот эта малышка, которую можно сейчас приобрести в интернет-магазине Швейный Мир, имеет 4 года гарантии и может сшить любой ваш проект. Давайте рассмотрим ее поближе. Это электромеханическая машина из семейства Family Pro. Как я уже говорила, на этой машине вы можете сшить все и даже буквально за вечер такие брюки и худи, которые надеты сегодня на мне. Правда, для этого вам потребуется еще и вышивальная машина Genome. Но об этом позже. Ну, а сейчас она Family 40 Pro. И так как я уже сказала, это электромеханическая машина. Я уже достала аксессуары и вместе с вами мы рассмотрим, что же там внутри. Держатель для катушки, который я уже установила на стойку. Таким образом можно сшить как из этого держателя, так и из того, который лежит горизонтально. Как вам удобно. А можно сшить с двух нитей сразу. Два фиксатора. Один поменьше, другой побольше. Они невероятно удобны, если вы используете горизонтальный держатель. Вот такая щеточка для очистки машины. Три шпульки в дополнение к той, которая уже стоит в машине. Вот такая универсальная отвертка. При помощи этой отвертки легко открывается доступ для того, чтобы, например, если нам нужно почистить под игольной пластиной, это легко можно сделать. И так же легко закрутить обратно. Дополнительные иглы. Лапка для автоматического выметывания петель. Коль мы заговорили о петлях, то и лапка для пуговиц. Также лапка для молнии. И ограничитель. Очень удобная вещь, особенно если вы любите стежку. Если вы только учитесь, только начинаете шить. Для того, чтобы ограничить строчку на какое-то количество сантиметров. Что еще более удобно, с учетом того, что здесь на столике мы видим сантиметровую линейку. Машины имеют горизонтальный челнок. Чем он так уж хорош и чем он отличается? Все машины, которые я выбираю на сегодня, имеют горизонтальный челнок. Этот челнок не требует смазки. Достаточно приобрести воздуходувку. И можно просто воздухом удалить отсюда пыль и грязь, которая будет скапливаться в процессе шитья. Что значительно облегчает уход за машиной. Легко и быстро устанавливается шпулька. В процессе шитья вы постоянно видите, сколько осталось нити на шпульке. Несмотря на то, что машина электромеханическая, здесь нет никакой электроники. Тем не менее, огромное количество строчек. И поверьте, их более чем достаточно. Если вы хотите купить какую-то более навороченную машину, лучше, если вы ее купите позже, когда вы точно поймете, что вам чего-то не хватает. Скорее всего, вам в этой машине хватит всего. Максимальная ширина стежка 6 мм, что очень даже неплохо. Я бы сказала, это просто замечательно для той цены, по которой можно приобрести эту машину Pro. Вот я очень часто встречаю женщин, которые говорят позже, я боюсь электронику, я не люблю электронику. Так вот, для тех, кто не любит электронику, очень удобное, понятное управление. Всего лишь двумя ручками. Здесь у нас выбор строчек. Строчек действительно здесь более чем достаточно. Здесь есть строчки и для неэластичных тканей, для эластичных тканей, и для особо эластичных тканей. Очень интуитивно понятно. Черным обозначены обычные строчки, синий S1 обозначены эластичные строчки, и красным S2 особо эластичные строчки. Здесь мы видим установку длину стежка, здесь также механическое управление мы видим ширину стежка, а также позиционирование иглы влево-вправо. И здесь мы видим точную настройку верхней нити. Настройка верхней нити установлена на 4, но при необходимости строчку очень легко отрегулировать. Здесь мы видим управление давлением лапки, и при необходимости отрегулировать его, если вы будете работать, например, с очень тонкими или очень толстыми тканями, его можно отрегулировать по умолчанию. Машина настроена на средние ткани. И функция, которая есть далеко не во всех машинах, это функция опускания нижнего транспортера. Делается это очень просто. На задней панели, позади игольной пластины, мы можем видеть здесь рычаг. Сняли расширительный столик, протянули назад руку, одним щелчком опустили нижний транспортер. При шитье нижний транспортер не поднимается над игольницей, не будет продвигать ткань. Это позволит вам выполнять различные виды вышивок, выполнять стежку, даже делать имитацию ирландского кружева. Остается вернуть транспортер на место и показать вам, как работает это чудо. Заправка машины интуитивно очень проста. Фэмили позаботились о том, чтобы без инструкции вы справились с этой заправкой просто по схеме, расположенной непосредственно на машине. Итак, от катушечной нити проводим нить сюда, сюда, просто действуем по подсказкам, схематично для нас нарисованы заботливым производителем. Вы слушаете, люблю я заботливых производителей, когда для того, чтобы заправить машину, можно даже действительно не заглядывать в инструкции. Для своей очень бюджетной стоимости машина оснащена автоматическим заправщиком нити. Прежде чем заправить нить в иглу, опустите лапку. Подведите нить под крючок автоматического заправщика. Нитья нити нить сильно, удерживайте ее просто в ровном положении. Нажмите на устройство и вытяните кончик нити. Следующий сюрприз вас ожидает при подъеме лапки. Потому что в этой машине есть также два положения подъема лапки. Первое и второе. Для чего это нужно? Например, вы хотите сшить пуховик. Вы хотите выполнить стеганные какие-то квилты. Все, что угодно, что имеет большую толщину. И вот тогда вам очень даже пригодится вот такой подъем лапки. Или даже, если вы хотите поработать, например, с пяльцами. Эта машина способна шить самые разнообразные ткани. Начиная от легких и средних до средних толстых. Опускаем лапку, устанавливаем длину стежка, например, 2,5. И приступаем к шитью. Для того, чтобы выполнить закрепку, прямо перед нами расположен рычаг. Выполнив закрепку, двигайтесь прямо. Прекрасно справляется машина. Теперь давайте посмотрим, что еще может эта малышка. Переходим на зигзаг. Это обычный зигзаг. Установим желаемую ширину зигзага. И будем шить, постепенно убавляя длину строчки. Смотрите, как легко вы можете менять длину строчки, не прекращая шитье. Машина четко реагирует на все ваши движения. Для тех, кто любит декоративные строчки, да, здесь их немного, но, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы осуществить любой ваш проект. Если вам недостаточный строчек, всегда можно компенсировать это дополнительными лапками, о которых мы снимаем сейчас целый цикл. Вы знаете, недавно подруга у меня спросила, посоветую машину недорогую, потому что дорогую купить не могу, именно для трикотажных тканей. Я спросила у нее, что она хочет шить. Она сказала, я очень хочу шить толстовки, худи из футера, из толстенького, теплого футера. Я говорю, насколько толстого. И она показала толстовку на мне. И вот смотрите, вот он толстенький. Действительно толстенький. Это самый толстый футер, который можно приобрести на сегодня на рынке. Выберем эластичную строчку S1. Давайте начнем с прямой строчки. Сейчас я работаю с самой обычной лапкой. В идеале, если вы хотите, чтобы машина шила идеально, я вам рекомендую приобрести дополнительно тефлоновую лапку. Но сейчас мы шьем обычной лапкой, которая сничена машина. Во-первых, посмотрите. Мы видим, что край совершенно не растянут. Детали отлично соединились. И мы имеем прекрасную, совершенно прекрасную строчку. Для работы с толстыми материалами я вам порекомендую, если вы хотите изначально шить толстые ткани, такие как футер и другие, я вам рекомендую приобрести сразу вот такую пластину для прохождения трудных мест. Кстати, при помощи этой пластины можно пришивать еще и петли для пуговицы. Кроме того, что я хочу начать шитье с краю, я не хочу прошивать на каком-то дополнительном кусочке ткани. Я просто не хочу тратить на это время. Я устанавливаю эту замечательную пластину, опускаю лапку и приступаю к шитью. Вы можете видеть, что постепенно лапка уйдет с пластины и продолжит свою работу. Хочу обратить ваше внимание на два, на мой взгляд, важных вот каких моментов. Для меня эти моменты были бы определяющими. Ну, во-первых, вы видели, что я шила безо всякой разметки. Эластичная трикотажная ткань никуда не съехала. А вот на следующий момент я особо хочу обратить ваше внимание. Эту эластичную трикотажную ткань я шила в поперечном направлении, в том, которое растягивается наиболее. И вы можете видеть, что совершенно строчка не растянула это полотно. Она его не деформировала, ничего никуда не съехала. И это при стандартных настройках. Я не меняла давление лапки на ткань. Я не делала ничего. Я даже не заменила иглу на стрейчевую, хотя стоило бы это сделать. Теперь представьте, какой результат вы получите, когда вы замените иглу на стрейч и будете использовать подходящую для этого лапку. Если мы хотим заменить лапку, в машине очень легкая замена лапки. Нажимаем сзади на лапкодержатель, на крючок лапкодержателя, и лапка легко отстегивается. Великолепные строчки делают машины. Используйте меланжевые нити для того, чтобы еще украсить ваши строчки. Наслаждайтесь процессом шитья. А если вы оснастите машину дополнительными лапками, то еще больше расширите ее возможность. Своим друзьям, своим студентам, тем, кто не уверен в том, что хочет от швейной машины, я очень рекомендую эту. Оно позволит вам научиться шить и не бояться что-то сломать в дорогой машине, потому что машина действительно очень надежна. Она прекрасно работает на стандартных настройках машины. Вы видели, что я даже ничего абсолютно не подстраивала. Я оставила все на стандартных настройках. Она позволяет шить неэластичные и эластичные материалы, как очень тонкие, так и достаточно толстые. Она обладает большим арсеналом строчек, которых вам совершенно точно будет достаточно. Она позволяет выметывать петлю в автоматическом режиме. Я вам рекомендую приобрести, это не обязательно, но это ускорит процесс. Дополнительный шпульный колпачок. Для чего он нужен? Для того, чтобы шить двойной иглой, а двойной иглой вы можете шить 2, 2,5, 3, 4, 5 и вплоть до 6. Нужно будет отрегулировать именно шпульный колпачок. И для того, чтобы постоянно не подкручивать и потом не возвращать обратно настройки шпульного колпачка, я рекомендую своим ученикам иметь их 2. Один колпачок вы настраиваете для шитья двойной иглой и оставляете его в сторонку. Вторым колпачком пользуйтесь, когда шьете все остальное. Обязательно пишите ваши комментарии, что бы вам еще хотелось узнать о возможностях швейной машины. В ближайшее время мы готовим обзор еще на несколько швейных машин. Благо у меня еще есть Хокскварна, и еще у меня есть и ПФАП, и у меня есть, и у меня есть, и у меня есть, потому что я фанат швейных машин, так же как фанат визуальных машин. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы все еще не подписаны. Переходите по ссылке и заходите в интернет-магазин «Швейный мир» и уверена, вы не уйдете оттуда без покупки, потому что мне тогда заходить нельзя. Каждый раз, когда я туда заглядываю, я думаю, что, о боже, это я очень хочу купить, этого у меня еще нет. Заходите туда и вы, и обязательно посмотрите эту машину и «Фэмили 25 Про». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok